ура ура прямая трансляция началась и сразу скажу что приветствую тех кто будет смотреть записи и потихонечку подключаемся к эфиру посмотрим что я расскажу сегодня скорее всего это будет связано с типами типа это основа дизайна человека недавно мне попалась книга очень интересная что дизайн человека это система дифференциации то есть разделение но ее можно использовать по-разному эту систему я можно использовать для того чтобы поделить людей на категории и можно использовать для того чтобы понимать свои особенности понимать особенности окружающих людей и найти способ корректного взаимодействия с ними не забывая свою природу понимая природу других людей и соответственно что все были счастливы люди которые уже долгое время находится в эксперименте то есть экспериментирует с теми данными которые дает эта система включая их бодиграф говорят что если ты живешь по своей стратегии и авторитету то твоя астрологическая карта разыгрывается более здорово разыгрывается да поскольку сейчас век квантовой психологии наше сознание рисует какие-то определенные образы ситуации и тема разыграть это в принципе имеет очень большой смысл и значение когда возникает какая-то ситуация мы как будто играем с ней если мы будем относиться к жизни слишком серьезно то будем получать от нее такие болезненные ситуации если мы будем относиться ко всему с юмором то ситуации будут не так сильно нас бить по шапке если так можно сказать я покажу чей-то бодиграф посмотрим чей это дома я не хочу кого такого показать а вот например интересно человече да как выглядит дизайн человека то есть это компьютер это хум дес есть много всяких разных штучек и вот это вот будет игра в конкретно буки голберт мы смотрим вот сюда и мы видим что она проектор тип личности проектор и профиль 24 это основные вещи которые нам нужны принципе для работы с дизайном остальное все уже ну можно сказать тонкости то есть не проживая проектору как проектор ему будет достаточно сложно по жизни и не проживая свой профиль корректно человеку тоже как бы будет сложно но и проектор это тот у кого не определен сакрал сакрал то вот этот вот центр то он беленький то есть не сакральный человек и теперь можно немножко поговорить о том кто такие проектор их на самом деле достаточно много они встречаются достаточно часто и это человек у которого можно сказать не так много сил и он эту силу черпает из окружающих людей но это не значит что он как энергетический вампир присасывается везде где есть энергия не этом концентрироваться может на каком-то конкретном человеке изучать его ему это может быть интересно он может быть очень хорошим психологом он может быть хорошим коучем он может быть хорошим руководителем даже особенно hr и особенно то что связано с организацией пространства организации людей понимать кто на что способен и распределять роли какой-то стороны да но под руководством кого-то кто его позвал туда очень часто среди проекторов есть актеры музыканты певцы те кто любит выступать на сцене если у человека еще и определен например горловой центр да то это проектор который будет любить петь но не всегда именно наличие горлового центра будет говорить о таланте пение открытый эмоциональный центр будет говорить о том что человек может сыграть любую роль и прочувствовать то что чувствует публика особенно если это живая деятельность театре почему некоторые актеры любят сниматься в кино а некоторые больше любят работу в театре потому что в театре живая аудитория кино это такой закадровый процесс это для восьмидовника те кто любит такие тайны интриги расследования закадровую деятельность некоторых людей это зажигает очень интересно оказаться по ту сторону всей этой баррикады и когда происходит кино то обратная связь это количество купленных билетов а в театре ты живешь здесь и сейчас проживаешь какую-то роль может быть отыгрываешь какую-то свою внутреннюю субличность и получаешь овации если все произошло так как нравится проекторы это люди которые стремятся именно к тому чтобы получить овации вот так право право они от этого кайфуют и чаще всего для того чтобы они вступили в какое-то взаимодействие и должны именно позвать вот так вот сказать да ты такой молодец приходи сюда или поаплодировать или что-то еще таким образом можно замотивировать проектором вот и проектор у него такая аура узконаправленная которая как вот раз и она уходит внутрь внутрь и погружается в генератор начинает изучать его что можно еще сказать про проекторов когда они чрезмерно суетятся стремятся всем показать какой я есть то это путь не совсем туда куда нужно и в жизни могут происходить не совсем те ситуации которые понравятся то есть это именно это означает истинная и корректная в этом ключе ложная да это путь не к себе то есть когда нам что-то не нравится когда какой-то деструктив теле мы идем не в себе мы отходим от своей истинной природы нам что-то не нравится накапливается негатив накапливаются какие-то блоки в теле и соответственно получается результат ситуация который не нравится это прямой щелчок может быть пензель даже до типа чувак ты идешь не туда и когда мы чувствуем себя в своей тарелке мы проживаем свою истинную природу то есть дизайн человека не говорит о том что мы должны мучиться нет он говорит проживая истинная истинная на самом деле ближе к богу чем какая-то еще другая история если человек проект рефлектор манифестор рефлектор то у него нет этого самого сакрального центра этого кружочка снизу которые отвечают за жизненные силы и соответственно в чем плюс генераторов которые есть этот центр недавно такой инсайтик пришел все новое так хорошо забытое старое сакральный центр помимо того что это центр жизненных сил творчество сексуальности и деторождение всяких разных крутых процессов тантрических может быть даже такой стороны он вырубается когда человек устал то есть все силы кончились раз и может быть ребенок который едет в музыкалку на автобусе он бамс и уже спит потому что автобус такой терпэр по пробкам терпэр по пробкам ребенку скучно раз и он заснул или котята которые бегали 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 да у кошки очень чувствительное сердце у любой и котята очень быстро устают они бегали хоп бумс и уснули вот так вот работает генераторский центр лучше всего спать тогда когда хочется когда выработалась энергия при этом энергия дается каждый день разное поэтому стандартный график который периодически у людей вызывает желание покинуть место общепринятой работы какой-то индивидуальный полет фантазии а на самом деле никому не подходит потому что мы не можем спрогнозировать сколько времени и сколько энергии у нас будет сколько времени будет лица та энергия которая у нас есть и насколько нам ее хватит потому что мы ее использовать можем по-разному можем использовать ее на борьбу с какими-то ситуациями соответственно она будет тратиться очень быстро или мы можем ее использовать на то чтобы кайф что-то делать когда мы делаем что-то в кайф нас энергии становится больше мы становимся моложе вне зависимости от возраста и когда энергия закончилась тогда нужно спать у кого-то это может быть 9 часов так человек что-то усиленно делал раз и стал все в 9 часов люк спать или человек что-то делает и он заряжается от этого процесса продолжает делать 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 делает час ночи а просыпаться нужно в пять утра и он может выспаться даже потому что он был в состоянии заряженности а если наоборот мы засыпаем ощущение я очень сильно устал и просто вымотался мы проснемся с таким убитым ощущением то есть цель человека и про сон тоже немножко дает рекомендации и даже то что нам может сниться так вот генераторы это люди которые живут по отвлеку хочется что-то сделать и это прям ощущение такое в животе примерно рядом с пупком что прям за либерировала что-то как пабочки живете немножко не так в общем тело говорит да надо это делать и если будем чрезмерно ждать толкет может уйти вот только есть ограниченное время действия хочется делаем если у нас было какое-то детское желание которое приводило к этому состоянию то спустя время оно могло уйти и мы можем помнить о том что вот я так когда-то хотела например поехать диснейленд прошло 30 с чем-то лет я вроде бы хочу а вроде бы нету тоже вмешивается он а он нам всегда мешает он хорош когда нужно решать задачи по математике он хорош когда нужно сводить дебет с кредитом ну в жизни он мешает поэтому нужно всегда оценивать ситуацию исходя из отклика и из того что говорит тело вот и соответственно запланировать отклик вообще нельзя в таиланде есть крутая штука называется собой это такая философия жизни которая направлена на то что там люди живут не то чтобы неспешно они живут ходят на работу но например в аэропорту есть четыре окошка которые люди могут сдавать багаж оформлять документы из них в лучшем случае работает два они работают не очень быстро а потом один ушел на обед или куда-то еще работает одно окошко очередь двигается очень медленно но и соответственно любой человек который там находится там работает он может взять выходной если ему не хочется идти на работу и это не избраняется почему потому что они любят делать свою работу с любовью иногда от этого нужно отдыхать потому что чрезмерная усталость будет не очень благоприятно сказываться на работе то есть они даже урожай сажают с любовью у них три раза в год урожай риса и люди там периодически даже уходят в монастырь на месяц на два или на три и получают такие интересные жизненные уроки как рассказывал гид он захотел посадить рис говорит своему учителю не знаю как там выше это называется что давай сажать рис сегодня хорошей деятельности то давай а потом горьки не не хочу следующий день он ждет но когда же мы будем сажать рис давай сегодня ты не не хочу спрашивать на почему уже столько дней прошло он говорит я хочу его сажать с любовью а сегодня у меня этого ощущения нету мне нужно вот я поймаю день когда у меня это ощущение появится и я буду сажать это с любовью неважно какой это будет день вот несоответственно это очень грамотный подход то есть не делать что-то с ненавистью не сажать ее в сердце не распространять ее дальше научиться трансформировать негатив-позитив как сегодня даже одного человека в чате сергей доброго чуть не выкнулись чата за то что он там начал мешать людям проявлять себя потому что он задался вопросом но вот я чувствую негатив я стараюсь проявлять терпение и не всегда терпение это позитивная реакция то есть если мы себя сдерживаем это не позитивная реакция но если мы будем кричать на всех это тоже не позитивная реакция что же делать научиться трансформировать энергию из низшего состояния высшие как раз задали вопрос как это например на что-то разозлил у нас чешутся руки то хочется что-то сделать или в ногах появилась агрессия можно реально банально просто как вот был была песня до группы five не помню как она называлась когда стучали тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан- лишними килограммами то очень хороший способ это спорт использовать какую-то ситуацию которую нужно разрешить но она бесит как раз качество такой адреналиновой история которая будет способствовать заряду энергии снизу и потом побежать на соревнования например поругаться с кем-то и побежать на соревнования вот но есть другой способ да когда мы эту энергию просто чувствуем в теле чувствуем ее что она там где-то появилась раз и мы представляем как она уходит вверх уходит выше приходит сердце потом представляем районе сердца свет и это свет распространяется высоко высоко и уходит туда наверх на небо там кто как может представить до визуализация работает хорошо вот соответственно это один из способов трансформации энергии из низшего состояния высшее на кто-то подключился или закариева если хотите можете посмотреть ваш подиграф определить кто вы генератор проектор манифестор тут есть чат по моему возможно даже сердечки ставить слышно видно интересно не интересно вот так что трансформировать энергию очень полезный навык который поможет нам не блокировать свои проявления и научиться грамотно чувствовать свое тело и чувствовать энергию внутри себя видимо я немножко смутила человечка вот соответственно генератор но вот этом отвлеки получает дополнительное топливо ему становится классно и он становится ресурсом и его начинает окружать большее количество людей к нему приходят люди они может быть чем-то делятся они может быть друг друга заряжают от этого просто внутри ощущение классное но они могут при этом еще что-то создавать вот и чем отличается генератор от остальных типов тем что сакральный центр на ее талант вовремя остановиться в любой ситуации но особенно связано например сексом вот то есть о других типов у них может быть определенная ненасытность это уже как бы хватит пора или с режима дня до серии хватит пора уже пора спать а человек никак то то есть генератором просто вырубится него вторейка отключается как был мультик замечательный город героев где был мальчик и ему братца орудил робота такого белого милого и этот робот когда батарейка заканчивалась он такой и все модуль генератор примерно то же самое то есть это батарейка где-то на самом деле внутри каждого человека существует и возможно я покажу эту самую замечательную картинку я ее скидывала в telegram чат она мне нравится больше всего для того чтобы понимать что такое центры там горло нарисовано что это рупор а генераторский центр определен как батарейка вот нашла даже по моему попадалась картинка вот она красавица праздник нам пришла главное чтобы ничего не упала вот он сокрал три батарейки да вообще классно и любой центр это не статичный какой-то механизм это то в чем накапливается энергия на тратится можно представить что она вообще все двигается как ну живой организм да тут просто все это нарисовано так на самом деле это связано и с органами в том числе втором модуле у меня есть тема физиология где я даю и проекционные зоны по разным точкам организма и объясняю что такое ганглии что определенные активации связаны с определенными органами некоторые из них связаны с ганглиями я объясняю что это такое то есть это именно то как соединяется душа с телом вот и заряд батареечек в принципе как на телефоне как фотоаппарате батареечкой как на видеокамере это наверное самое прикольное да я думаю что все когда-то имели дело с видеокамерой особенно с кассетной когда ты смотришь в глазок там все черно белое и внизу аккумулятор нарисован и когда камера сажается он мигает примерно также происходит с экраном то есть каждый день мы должны его перезаряжать именно до этого мы отключаемся от жизни и входим состояние бессознательного когда нам снятся сны какие-то и даже какие нам сны могут сниться примерно тоже запрограммировано вот все начинается отсюда корневой центр давление адреналин и такая бомба замедленного действия можно еще представить как будто это фитиль который зажигают как искра сжигания то есть принципе основа жизни основа здоровья именно тут находится состояние когда хочется начать что-то делать но пока еще не понятно что то чаще всего это энергия которая идет конкретно в ноги чаще всего да или хочется драться с кем-то или хочется куда-то побежать пойти и такой импульс который очень быстро реагирует соответственно он может быстро среагировать и дать энергию сакрал и тут уже собирается нижняя корневая чакра которая называется муладхара то есть частично она может быть так связано частично на может быть так связано вот она связана с темой безопасности поэтому тут у нас селезенка радиолокатор поэтому некоторые люди у которых проблемы с щитовидкой или наоборот гиперактивная щитовидка они очень чувствуют приближение радиации то есть находясь в источниках которые связаны с радиацией чернобыль или какое-то еще место у них начинает вибрировать щитовидка вот это может быть частично связано и с наличием селезенки потому что селезенка говорит о сигнале который может быть опасен для тела вот две маски да мне радостно мне грустно центр солнечного сплетения или эмоциональный центр он отвечает за наше настроение если он определен то это внутреннее настроение человека если он не определен это возможность считывания настроения других людей зависимости от того кто вас окружает позитивно он не позитивно себя чувствует то ваше настроение тоже может поддаваться этому влиянию и соответственно природа настроения она очень сильно изменчива и нужно просто принимать природу смена этих настроений проживать их до конца чтобы эти эмоции не застревали где-то не высказанные слова от эмоций тоже то проговаривать что-то если невозможно поговорить с каким-то человеком в какой-то ситуации придумайте что как будто вы разговариваете с ним а перед вами стоит мягкая игрушка подушка или животное и выскажите все или напишите на бумагу высказать от самый лучший способ и когда мы пытаемся отпустить какую-то обиду где заседает обиды чаще всего они заседают в эмоциональном центре иногда они по телу застревают в районе кишечника нижней части да именно поэтому многих людей какие-то проблемы с кишечником запоры опухоли или что-то еще именно от эмоции грусти и обиды но обиды могут застревать и в сердце в зависимости от того на кого обида вот и я прошу тебя прощения я тебя прощаю я тебя благодарю из этих фраз одна из самых сильных это прости меня умение сказать вовремя прости нивелирует огромное количество проблем в жизни любого человека вот и когда наступает например прощенное воскресенье не нужно методично просто брать и всем писать прости меня за все если в этом нет никакого искреннего посыла то есть просто технически написать это работ не будет работать будет именно искренне когда сказано от сердца эго центр сердечный центр сила воли наша самооценка то есть хотел увидел победил поставил цель сделал да он считается моторным центром дает нам энергии примерно на два часа когда это как-то стимулирует нас тому чтобы достичь цели если цель нас не особо сильно волнует то мы можем это и не использовать важно учитывать то что любая цель она цель определяет средства до любая цель она не должна быть важнее самой жизни достаточно семейный ресурсный центр отвечает и за деньги да и вот это вот тут без цифр до 21 45 это канал денег про который многие спрашивают в последнее время и люди у которых он есть они действительно становятся миллионерами в том или ином возрасте зависимости от того какой идет период если период связан с планетами которые определяют этот канал то высока вероятность того что человек может достичь своей огромной планки миллион два три десять сто тысяч и так далее g-центр этот центр наша навигация наше направление по жизни чувство личности направления я люблю себя да он связан с кровью он связан с печенью когда печень работает хорошо адекватно человек питается чистой едой не употребляет алкоголь никотин кофеин что он еще не употребляет любые наркотические средства любые антибиотики не болеет вот какими-то такими вещами как кови то когда делали прививку то есть там тоже определенный химический состав есть который очень сильно влиял на кровь вот когда человек естественно любит себя он чувствует свое направление в жизни это связано и с кровью это связано из астрологии и человек ясно видит то что происходит и ясно понимает что ему нужно сделать куда ему нужно идти когда этот центр не определен человек может помогать другим двигаться он чувствует что ты способен на это то есть это как hr-менеджер например или человек может помогать другим людям но как стать продюсером увидеть свой путь познать свой путь или поспособствовать успеху другого человека когда этот центр определен да он на бодиграфах обозначается желтым ромбиком, то чаще всего человек с неопределенным центром врубляется сильно и сильно любит сильнее, чем тот, у кого этот центр определен. И, соответственно, если человек себя любит, то его будут окружать позитивные люди, которые тоже его любят, которые тоже относятся к себе хорошо. Если у него этот центр определен, и он себя не любит, он не любит свое проявление, свое поведение, ему все это не нравится. И он не пытается что-то изменить, то окружающие люди будут его подталкивать к тому, что они не захотят с ним общаться, они будут говорить о том, что он какой-то не такой. Поэтому это, можно сказать, зеркало нашей души, зеркало нашего сердца. Направление работает корректно, когда человек корректно обращается с собой, со своим телом. Чем? Более благоприятный человек к себе относится, тем более благоприятное проявление человека. Горловой центр, мне очень нравится эта картиночка, с таким огромным сабвуфером, коммуникация, действие, то, как человек проявляется в материальном мире, и, в принципе, физиологически он связан с горлом. Если у человека удалили щитовидку, если у человека удалили, например, миндалины, это будет влиять на горловую функцию. То есть наличие горла говорит о том, что человек может говорить, человек может зарабатывать через речь. По астрологии это смотрится немножко по-другому, но симбиозируя их, получается, картинка более полная. То есть, как именно это может происходить? Мы наблюдаем за активациями, которые там есть. Я вижу, что нас стало больше, и мы сделаем на самом деле вот так. Вот, например, горлышко тут есть. Я же все правильно построила, да? 4 апреля 1984, примерно 6 утра. Я сделаю чуть-чуть пониже. Так, я сделаю тетрадочку, которая у меня была подставочкой. Надеюсь, что у меня ничего не упадет. Да? Горловой центр. Через что еще могут приходить деньги? Ну, 16.48, это же канал таланта. Канал таланта. Он канал проекторский. То есть, для взаимодействия человека могут позвать. Когда человека зовут, он свой талант показывает, ему могут за это платить 16-е ворота, 16.3, да еще и враху. Ну, это же замечательно. Это обладание огромным количеством навыков. Поиск навыка и, может быть, в какой-то момент разочарование, что я вот это вот умею, оно не работает. Или я вот этому научился, оно не работает. Я научился вот этому, вот этому, вот этому, вот этому, получается какая-то фигня. А на самом деле весь процесс состоит в том, чтобы изучать очень много чего и пробовать это на практике. То есть, горловой центр – это то, что приводит к практике. 48-е ворота находится в земле. 21-48, вот карнационно кресте, это что получается? Это же изначально 21 находится тут, 48 находится тут, 54-53. Так путь-то достаточно амбициозный. Начинать какие-то новые процессы, создавать амбиции, желания. Но желания должны быть направлены не на себя, а на какое-то близкое окружение. И, соответственно, используя какой-то талант, показывать какие-то навыки миру. Так, 21 – это путь охотника, это, в принципе, часть канала денег. Но негативное проживание может не работать, когда человек чрезмерно контролирует что-то. То есть, в этом плане нужно расслабиться. И манифестация из эмоционального центра через кризисы. То есть, какие-то кризисы происходят для того, чтобы человека, ну, не то чтобы стукнуть по голове из серии «проснись», но, в принципе, работает примерно так. То есть, какая-то ситуация человека может, ну, изначально ему не нравится. Например, кран подтекает. Ну, подтекает, он подтекает, год подтекает, кран два года подтекает, кран три года подтекает, кран. Ну, можно было бы как бы починить, но как бы неохота, там есть дела поважнее. А потом бац, и прорвало трубу. И в этот момент уже варианта нету, да, нужно поменять кран. Примерно про это может говорить этот канал. Также он может говорить про желание путешествовать. 35-е ворота находятся тоже в Раху. То есть, получается, что путешествую по разным местам, пробуешь что-то новое, причем инстинктивно. Может быть, люди видят в этом. Получится обретать новые навыки и при этом чувствовать ритмы Вселенной, чувствовать внутренние эмоциональные качели, которые могут туда-сюда, туда-сюда, эмоциональная волна двигается именно так. И, соответственно, принимать природу настроения вообще во всех ключах. То есть, в этом плане поэзии это очень даже хорошо. И, в принципе, то, что я изначально и говорила, тема написания книги, она тут будет очень корректна. При этом внутренний эмоциональный драйв будут создавать определенные ответы, которые будут приходить. И люди со стороны будут думать, что человек носитель этих ответов. 5.5. Люди понимают, что такой человек живет согласно ритмам природы. Самое крутое, что может произойти с таким человеком, это когда он живет полностью по солнечному ритму. Я год назад думала о том, что интересно, а как живут люди, которые встают с восходом солнца? И мне такая возможность преподнеслась. Но я скажу, что это на самом деле тяжело, по крайней мере, в Москве, когда летом солнце встает в 3 часа с чем-то садится. Кстати говоря, во сколько сейчас садится солнце? У нас скоро день летнего солнцестояния самый длинный день в году, самая короткая ночь, когда, в принципе, для организма достаточно сложновато заснуть, спать. Так, и сегодня солнце садится в 20.52, встает 4.04. То, что произойдет в июне 21 числа, солнышко будет вставать в 3.46 и садится в 21.19. На самом деле, когда была жизнь на час позже, было немножко более комфортно, потому что в 21.19 как-то странно. Я помню времена, когда можно было лечь спать, где в 10 часов приходишь домой и на улице еще светло, а тут раз и в 9. А еще светло, а потом раз и сразу потемнело. Что еще может быть интересного? Вообще, в принципе, достаточно амбициозный гороскоп, а для реализации амбиций нужна семья или единомышленники. 27.50 это канал заботы. Забота, которая является отражением интеллектуальной деятельности, то есть человек каким-то определенным способом проявляет заботу и ему сложно доказать, что это можно делать как-то по-другому. он в своей заботе естественной. Ух ты! А тут Марс, ценности. И человек может со своими ценностями выглядеть для других достаточно странно. А возможно перейдется иногда менять ценности. И вторая линия в Марсе она может давать как раз талант находить жемчужину в других людях. то есть тут в принципе стать наставником для других людей очень круто. Но после того как есть какая-то конечная цель для кого это все нужно девятые ворота находятся дважды тут Венера а тут Кету и причем они в одинаковой линии. поиск места концентрации то есть когда найдется то на чем можно сконцентрировать внимание появится отклик саморазвитие в чем конкретно я хочу развиваться скорее всего тогда и запустятся какие-то начинания проектов причем 53 35 связаны с начинаниями с переменами с желанием что-то новенькое свою жизнь нести так по ритмам быть 14 ворота тоже есть 14 ворота очень сильно связаны с откликом 5 тоже очень сильно связаны с откликом то есть не заставлять себя делать то что не хочется но иногда бывают такие ситуации что нам нужно что-то делать что не нравится тут нужно немножко изменить отношение к этой ситуации как я начала ролик с того как можно трансформировать энергии из нижнего состояния выше что серия мне не нравится я не хочу это делать но иногда можно поменять к ней отношение за счет того что появилась где-то в теле энергия мы ее заметили мы ее прочувствовали мы обратили на нее внимание мы ее поднимаем наверх можем представить как будто мы дерево и вот эта вот энергия как сок течет из земли она поднимается наверх она поднимается к сердцу а в сердце там есть солнышко это солнышко светит ярко-ярко и выходит за границы тела и выходит наверх и мы эту энергию обратно отдаем наверх или вниз зависимо с того куда нам нравится можем ее скинуть вниз но главное скинуть аккуратно то есть если мы представляем что мы дерево мы представляем как эта энергия идет по корням вниз вниз доходит до центра земли мы видим там огненный шар и скидывается туда какой-то хлам который там просто сгорит или наверх 14 ворота находится тоже в марсе а для марса нужно действительно прилагать какие-то усилия причем тут получается марс скорпионе это тоже про энергии внутри тела но это может быть конечно связано с йогой с медитациями 14.5 знакомая активация это вообще распределение чужих ресурсов то есть хорошо было бы в таком ключе например какой-то финансовый навык есть из серии поработать бухгалтером какое-то время или что-то такое где нужно распределять финансы которые не твои но ты их распределяешь от этого кстати тоже могут приходить определенные влияния других людей вот так и сейчас у нас период жизни еще до 42 лет поэтому он связан с тем чтобы найти то на чем можно сконцентрировать внимание вот и вернусь я пожалуй к вот этой картиночке и буду потихонечку заканчивать аджен центр многие представляют изумруд можно представить цветочек иногда можно представить лепестки лотоса подышать этим лотосом если болит голова тоже такой интересный лайфхак в принципе определенная аджна может говорить о том что у человека может быть определенная вера исповедания например или он верит конкретно например дарвиновской теории или он верит в какую-то другую теорию эволюции вот он всю жизнь будет верить доказывать 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 он не будет принимать он во что-то одно углубился ему оно как бы нравится приносит кайф но может быть что у человека не определена аджна он как бы хватает с миру по нитке все это объединяет но чаще всего это именно так но человеку с неопределенной аджной переспорить человека с определенной аджной достаточно сложно а теменной центр это вот эта лампочка которая уже идет как связь с космосом когда она загорается нам приходят сигналы которые не зависят от нас это уже в районе выше головы над головой вот и это все влияет и на наш организм в том числе то есть все равно эпифиз шишковидная железа внутренний компьютер который находится в голове в принципе распределяет все функции организма чтобы они работали слаженно вот вкратце примерно вот этом есть дизайн человека я думаю что я буду периодически проводить эфиры потому что на этой группе я их еще не делала раньше это было проще сделать как он называется тоже забыла нельзя грамм да вот благодарю за внимание тех кто будет смотреть в записи и я думаю что будем какой-нибудь периодичностью это делать да какие-то коротенькие разборы карт завтрашнего дня я планировала запускать двухдневный мастер-класс по воротам для тех кому интересно для тех кто уже в теме вороты это все что находится в нашем бутиграфе их 64 это активация книги перемен и дзинь древней китайской книги перемен которые вообще использовали изначально как гадание но умные люди все это дело совместили что 64 гексограммы в книге перемен и в геноме человека тоже 64 кадона зашифровано и они передаются в принципе частично по наследству если мы посмотрим и сравним бутиграф наш с нашими родителями мы найдем очень много общего то есть действительно очень много чего передается по наследству генетически от рода и нам нужно научиться воспринимать это как талант и принимать от своего рода любовь и опыт и соответственно что же я тут насобирала у меня получилась такая огромная презентация что я даже не ожидала 364 страницы кто захочет в этом поучаствовать welcome я разбирала все ворота в таком ключе как дар и тень что за ворота что за тема как это проявляется в дарах как это проявляется в тенях у каких людей они есть эти ворота как это проживало жизнь я специально даю на каждой ворота много примеров например ворота концентрации они у кого есть они есть у Стива Джобса они есть а Стив Джобс вы все знаете что это человек который придумал айфон круто он сконцентрировался сконцентрировался Ури Геллер кто это такой это фокусник как можно делать фокусы только сконцентрировавшись Уоррен Баффет это человек который обладает огромным состоянием несмотря на то что у него отсутствует горловой центр он как бы очень много чего заработал 9 ворота концентрации Татьяна Бакальчук кто это это женщина которая является владельцем фирмы Wildberries которая за пандемию заработала огромное состояние и она является первой женщиной самой богатой в журнале Forbes в России вот тебе пожалуйста ворота концентрации в канале Ганс Айзинг я думаю я думаю что многие слышали о тесте Айзинка психологический тест Джаги Васудев знаменитый человек у него 9 центров это очень сильно редкое да то есть вот примерно так мы уже немножко рассмотрели да например какой еще интересный пример дать 29 ворота всегда говорит да или тема связанная с тем чтобы соглашаться на то что нам предлагают на все возможности которые приходят в жизни и у Джима Керри который играл в фильм всегда говорит да они есть также они есть у Питера Джексона человек который режиссер он снял фильм Мастелин колец он был режиссером когда это можно сделать когда ты берешь на себя обязательства и это какой-то временный процесс когда он заканчивается мы из него выходим Люси Лоула вспомните в зону королевы воинов все вот это вот такое да то есть у нее это тоже есть у нее это дело в канале она отлично выглядит да у нее есть еще и тема связанная с заботой о своем теле поэтому она снималась не только в зоне королевы воинов 34 ворота ворота великана мощь великана можно представить Халка можно представить какая же сказка была замечательная не были маленькие человечки и огромный 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 человек не людоед почему-то людоед представился в общем не помню как называлось вот но тоже великан вот или можно представить что делает когда он разъярен он начинает все крушить Халк точно начинает все крушить да и как с этой энергией можно справиться то есть в негативе она проявляется тогда когда человек становится жертвой своей физиологии портирование событий когда человеку не нравится он начинает что-то торопить когда какой-то процесс не созрел и не дает чему-то вызреть привет а я уже заканчиваю вот вкратце о том что будет завтра для тех кто захочет присоединиться к закрытому мастер-классу по воротам 364 слайда где вот воротики и несколько примеров личностей у которых есть эти ворота и в принципе сублимационно можно сравнить свой бодиграф с бодиграфом других людей то есть чем они похожи то есть я не всегда не на каждое ворота смотрела одного человека то есть иногда я одного человека рассматривала в качестве 34 ворот например у Шварценеггера есть 17 ворота мнений и вот в некоторых я смотрела да и получается что в принципе профессию можно выбрать эмбиозируя некоторые качества ворот которые находятся например в канале вот соответственно вот эта сила у кого она есть она есть у Шварценеггера который накачал себе огромные мускулы еще будучи очень сильно молодым и за счет того что он сделал это вовремя корректно и правильно у него дальше пошла и актерская деятельность потому что 34 не дает силу да если он бы это не делал то это очень сильно ударило бы по физиологии он мог бы начать болеть чем-то вот и соответственно это дало то что он прочувствовало свое я ему стало нравиться как он себя ведет как он выглядит со стороны это принесло ему огромную популярность и признательность публики и соответственно впоследствии это выразилось уже как определенные политические моменты включая того что у него есть еще и канал организатора у него еще есть канал денег про канал денег тут тоже есть и 45 и 21 ворота у кого есть полностью этот канал например Роберт Паттисон который играл в сумерках у него тоже есть этот канал недавно я рассматривала блогера Сашу Капустину у него тоже есть канал есть еще один знаменитый человек у которого тоже есть этот канал и за год он заработал на квартиру то есть Бодиграф очень сильно проигрывается в жизни 34 ворота есть у Ренео Коннор это девушка которая играла роль Габриэль лучшей подруги Зена Королева Войнов то есть я решила их тут немножко рядышком вместить причем что самое интересное сама Люси Лоулас она не обладала никакими боевыми навыками искусствами у нее нет 34 ворот то есть она была именно как актриса и основное что она делала в фильме это кидала сюрикен и кричала а как раз Ренео Коннор которая играла Габриэль у нее есть разряд по боевым искусствам она там очень хорошо махала шестом она всех дубасила им в качестве справедливости вот дальше Мухаммед Али это говорит само за себя Сатурн в падении у него вот тоже как бы неинтересно все это ни одного перелома по-моему у него не было и Дуэн Джонсон то есть самые сильные люди планеты я бы так сказала они все фигурируют что у них у всех есть 34 ворота и покажу еще один пример к сожалению не помню какие конкретно я ворота рассматривала я рассматривала одну личность добавила я ее или нет нет я выдержала не добавлять видимо из соображений такого свойства да человек манифестор 3.5 чтобы об этом сказал дизайн человека дизайн человека был бы в шоке да у него нету ничего в аджина центре у него нет ничего в теменном центре почему он стоит там где он стоит а тут очень все легко и просто объясняется 1 племенной канал 2 племенной канал то есть это уже какая-то структуризация в рамках бизнеса семейный какой-то момент так это у нас индивидуальный канал и коллективный и он манифестор да то есть тут тема распределения ресурсов и чтобы все это выглядело коллективно как можно подобрать профессию подычи на самом деле это получается интуитивно если посмотреть какого-то человека и подробно расписать несколько ворот то можно понять кем он может быть какой пример можем к этому отнести вот например Леся Шайн и посмотрим что у нее есть так у нее есть канал перемен 35 и 36 ворота определены 1858 она манифестор это девушка 88 года рождения которая переехала из Москвы на Бали и создала свою школу развития способностей и талантов людей я так поняла что сначала детей а потом она переключилась на людей в принципе то есть она и прокачивает женственность и помогает развить детям их уникальные способности то есть поменять отношение к процессу образования не всем нужно уметь читать не всем нужно ну не то чтобы уметь читать но не всем нужно столько литературы сколько в школе ее дает не всем нужно столько физкультуры сколько в школе дает у всех разные особенности тела и по крайней мере я так поняла что там детям с детства даются дыхательные практики они занимаются йогой и наблюдаются за тем у кого что лучше получается кому что подходит больше вот таким образом с детства ребенок уже становится гармоничным. То есть вот это сфера ее деятельности. Что произошло в жизни? Она переехала. То есть это было желание перемен. Как раз она это сделала, когда случилась пандемия. Пандемия — это кризисы, да, и после кризисов, когда мы уже не можем, мы что-то делаем, и мы уже возвращаемся в точку Б и понимаем, что в точку А мы не вернемся никогда. 18.58, да, это канал исправляющика. 58 — это тема радости жизни, а 18 — это тема исправить. 18-е ворота в некоторых линиях называется способ подобрать лекарства. А лекарство может быть разным. Это может быть в прямом смысле слова, да, как врач лекарства. Но с селезенкой у нас связаны также и все жидкости в теле. Это надо смотреть по этим каналам, которые соединены. В принципе, да, можно смотреть по ним, можно смотреть по солнцу личности. И у нее солнце личности 18, в воротах. Солнце личности 18 в воротах и в канале. Это уже большая поддержка идет. Так, 39, 38, остальные не в канале. То есть свое собственное я она при этом чувствует. Чувствует глобальное влияние на мир, потому что шестая линия, она всегда на все смотрит глубоко, широко и глобально. И она глобально хочет повлиять на мир и исправить что-то, что не работает. Но это будет хорошо работать, когда ее к этому позовут. Вот еще интересная история, почему или кто позвал ее на Бали. Потому что она сначала переехала, потом там познакомилась с мужчиной, который стал ее мужем. Она на Бали родила еще одного ребенка. И вот такая вот у нее интересная жизнь сложилась. Так, что еще? Значит, 35. Это тема перемен. Так, 35 ворота находится в красном. Венера. Перемены связаны с женщинами. Перемены связаны с женственностью. Но конкретно в ее примере ей очень сильно повезло. Она с 7 лет занимается гимнастикой. Вот. У нее очень хорошая растяжка. И она это дело не бросает. И она очень много танцует. То есть тут уже вот перемены, в том числе и в теле. И самовыражение. Она везде практически постоянно танцует. У нее длинные волосы. И, кстати говоря, сейчас мы сделаем так. Для тех, кто не знает, как она выглядит, ее можно найти в Инстаграме. Ответственность, как посмотреть, только по эгоцентру за ответственность. Ну вот смотри, у нее, например, нет эгоцентра. Да, ответственная она или нет, это другой момент. Не всегда ответственность и эгоцентр прям вот 100% совпадают. То есть, во-первых, эгоцентр, он есть у 30% людей. У остальных его нет. И буквально сегодня попадалась картинка, связанная с тем, что если человек, у которого нет эгоцентра, идет на работу, у него спрашивают про ответственность, а он такой говорит, у меня открытый эгоцентр, я буду пытаться доказать себя. То есть, это ложное я, проживание эгоцентра. Вот. И, соответственно, 29-е ворота, это, в принципе, ворота взять на себя обязательства. Это тоже с какой-то стороны тема ответственности. Дополнительно, конечно, можно смотреть, как чувствуют себя Сатурн и Марс уже в натальной карте. Так, что у нас тут конкретно? Ух ты, 17-1, у нее Марс. Исследование, мнение. Ну, тут исследование в мнениях, и человек открыт к миру, и Марс, это дает то, что, если какая-то травмирующая ситуация, ой, как у нее интересно вообще складывается, травмирующая ситуация, это как кризис бьет по Марсу, Марс, это наша генетическая травма, говорит о том, что тобой что-то не так, а человек никак не верил, он думал, что с ним все нормально, а с ним что-то не так. Раз это бампнуло, человек понял, что с ним что-то не так, вот этот подмен запускается, да, уходит дальше в 35-е ворота, в 35-е венере, она начинает прокачивать свою женственность разными способами, тройка в линии. И дальше она приходит как реакция на то, чтобы расширить свое мировоззрение. 17.1 – это открытость к мнениям в голове, но это может создавать большое ментальное напряжение, у нее была такая ситуация. 11-е ворота – это тема мир-покой, и здесь у нее Сатурн и Уран. То есть кто-то может считать, что она супер-пупер, спокойный, гармоничный персонаж, да, Сатурн. 11-е ворота в каком знаке находится? А, они находятся в Стрельце. То есть Сатурн в Стрельце и Уран в Стрельце. Но в конечном итоге это выработалось как преподаватель. Да, 11.4 – это вообще называется пророк. То есть человек обладает какой-то верой, и если четвертая линия, то он может создать какое-то объединение людей, которые будут верить в то, что он говорит. Вот, пятая линия это уже более широкая, шестая линия это еще более широко. У нее сработало то, что она из Валиб после переезда стала влиять на, у нее уже международная школа называется, 44-е ворота, да, тема что-то делать вместе. То есть все, что она создает, она создает не одна. Школа сенсориум, она уже позиционируется именно как школа, в которой Олеся Орлова и ее супруг, к сожалению, забыла, как его зовут. Денис Орлов, по-моему, может быть, ошибаюсь. Вот, то есть если вбить в Яндексе сенсориум, то там прям так и будет написано, смотрим. Я недавно попадала, у них очень красивый сайт. И название тоже красивое, но она чего только на самом деле не изучала. до сенсориум университет, до сенсориум университет, Денис и Олеся Орлова. Значит, все-таки мне не изменяет память. У них красивый сайт, реально очень сильно красиво, знать подробнее о курсе, сертификат, познакомься с нами. То есть у нее 44-е ворота реально сработали в паре. Изначально она тоже работала в паре. Она была хозяйкой, ой, хозяйкой фотостудии, а ее муж был видеографом. То есть это получился такой творческий симбиоз изначально, но они развелись и в итоге все немножко сложилось по-другому. То есть складываем. 63-64 ворот, они связаны с давлением, с сомнениями. Переобороть свои страхи. Раз. Собирать мнения, делать анализ, расширять кругозор, создавать свою собственную веру, как раз разрушая вот эти страхи, создавая мир и покой. Разрабатывают разные новые навыки. Стремиться к новому. Проявлять осторожность в речи, в общении с людьми. Быть милой и женственной. 45-е ворота короля. Следить за процветанием общества. То есть создавать какую-то деятельность, которая будет благоприятно влиять на последующие поколения, в том числе. Носить свой вклад в развитие мира и свой собственный стиль. Вот если посмотреть, как она выглядит, как она себя позиционирует, как выглядит сайт. То есть все именно в своем стиле. Она не стремится кому-то подражать. И чаще всего она в белой одежде бывает. Тут, кстати говоря, в черной. Но вот у нее такой личный стиль есть. В нежных оттенках. Вот. Тут фоточек нету. Жаль. Жаль. В общем, она очень хорошим примером является в этом ключе. И она как раз манифестер 6.2. То есть как 6.2 она себя очень круто реализовала. И сейчас она на крыше, на Бали. Вот. Что мы дальше собираем? Тринадцатая. Это тема передачи позитивного, полезного опыта. Десять. Это тема любовь к себе. Без любви к себе у нее бы все это не получилось. И я пыталась найти видео, где астролог ей делал прогноз в девятнадцатом году, что будет по жизни. Видео было коротенькое, минут двадцать. Но ей попали в точку. У нее идет период Юпитера. Как раз он начался, когда случилась пандемия. Что раз, и круто перемкнет жизнь. И она переехала. И у нее ребенок родился. И замуж она вышла. И все вообще круто, короче. Но у нее был момент переломный, когда она забеременела. Прям вот. Был там сложный момент. Она подсчитала за ночь какую-то книгу. И все, она переосознала. И все было круто заново. Тоже тема взять на себя обязательства. То есть хочешь, не хочешь, обязанности за детей. Обязанности за то, что хочет это распространять. Когда много лунной энергии. У нее асцендент в раке. Много лунной энергии. И хочет распространять дальше. И брать ответственность за каких-то людей. И соглашаться на какие-то вещи. И помимо того, что у нее есть один ребенок, второй ребенок. Она еще и обучает людей. 44 делать что-то вместе. 50 распространять ценности. Или менять ценности, которые не работают. 18 исправлять испорченное. 58 радость жизни. 38 проявлять внутреннюю борьбу там, где этого требует обстоятельства. 39 давать волшебный пинок тем, кто еще не состоялся в жизни. То есть, в принципе, если так посудить, то она реально очень крутых результатов достигла. Если это как профориентация, я не знаю. Если копать глубже, то, возможно, можно найти к этому уже какие-то дополнительные. Это уже будет додумывание. То есть, чисто вот так интуитивно. Все примерно вот так работает. То есть, тут конкретно сработал, я считаю, что Марс. Вот этот кризис пошел в тему развития интеллекта. Вот. Так что, у кого есть желание, присоединяйтесь к завтрашнему мастер-классу. Я думаю, что я еще повторно его буду проводить в июне. Примерно в этих же числах. 23-25 я буду в Доме Два берега, а 26 или 27 июня я буду в Москве. Интересно, какие у нас там случаются дни. Ну, наверное, 26. Ну, я это дело проведу. В общем, посмотрим. Вот. И посмотрим, какие лучше для этого временные промежутки. Потому что я понимаю, что у всех разный часовой пояс. Это немножко огорчает. Я никогда не ожидала, что мы можем все жить в разных часовых поясах. Что у кого-то день, у кого-то ночь. У кого-то что-то еще. 21 июня день летнего солнцестояния. Тоже очень крутая штука. И он прям настолько благоприятный, что он будет круче, чем Акшая Тритья. Акшая Тритья – это день, когда можно загадывать желание, потому что солнце себя круто чувствует, луна себя круто чувствует. День летнего солнцестояния – это когда очень много солнечной энергии. Время для реализации себя. У меня прям волна пошла. Взял, мне что-то какая-то волна пошла. И что у нас получится? Помимо того, что у нас будут третьи лунные сутки, луна будет на шатре Пушья, солнце будет в Мригошире. В принципе, хороши приключения поездки, помолаживающие практики, любая коммуникация с людьми. Люди могут заметить человека любого. То есть выступать где-то, с кем-то знакомиться. Все очень благоприятно. Да, стрижки – все это тоже хорошо. Вот. Работать над мышлением, над страхами. И, по сути, загадывать желание. Меркурий и Мригоширы только в Тельце. Меркурий все еще в Тельце. Но Сатурн будет ретроградный. Вот такой моментик уже. Тут, наверное, меньше всего влияет. У меня такой прогноз там огромный на 21 июня выйдет. Вот, что можно делать, что нельзя делать, что нужно делать, что хотите делать. Все там, короче. Я что-то как-то в этом году разошлась, когда я увидела, что день безумно хороший. День очень хороший для того, чтобы бороться с врагами. Вот. И, соответственно, любые начинания, они будут более благоприятными, могут вести к материальному успеху, потому что пушья благоприятна по борьбе с врагами. Это могут быть враги, когда люди объединились для того, чтобы бороться с ЖЭКом, например, почему воды нет. Или это может быть борьба с внутренними страхами и проблемами. Как загадывать желание? Один из вариантов вечером, например, кипятить молоко, перелить его в стакан, пить сном, сказать своем желании в стакан и выпить этот стакан. Это такое. Как загадывать желание? Классная тема. Во-первых, не должно быть частицы «не». Я хочу не болеть. Это неправильно. Я хочу быть здоровым. Желание должно быть в настоящем времени. Я не хочу в будущем что-то там сделать. Я хочу просто быть. И вот я хочу быть в каком состоянии. В таком случае это и работать будет. Это нам целый мастер-класс. Поэтому давали. Вот. То есть я хочу ощущать какую-то определенную, например, эмоцию или ситуацию. Можно еще щелкнуть пальцами для тех, кто умеет это делать. И сказать вселенная, покажи мне. Интересно, как это может выглядеть. Да, и очень часто это может работать. Особенно после нейрографики. 20 числа эфир про желание. Можно, кстати. Это зайдет людям. Особенно тем, у кого есть 30-е ворота. Кто может зарядить этими желаниями, да? И у кого третья мотивация, тоже им хорошо зайдет. У них всегда все сбывается. Вот. Ну ладно, буду прощаться. Благодарю за внимание тех, кто был с нами. Благодарю за внимание тех, кто будет смотреть записи. И будем возвращаться в обычную реальную жизнь.